истину постигнет тот кто познает себя пётр квитковский меня зовут екатерина землянова это проект живые души где мы ищем гармонию с собой другими и миром в целом а тема сегодняшней встречи познание себя кто я куда я иду и как я хочу проявляться в этом мире обсудить с нами эти темы пришла ольга базаркина гештальтерапевт тренер и супервизор московского института гештальта и психодрамы на латай здравствуйте оля здравствуйте тема у нас с вами такая сегодня про познание себя про человека и перемены про реализацию потенциала и хочется вот начать с того немножко определиться смыслов которых мы будем да вот этот поиск себя да про что он да как он звучит как он запрашивается допустим клиентами которые приходят к вами до каких формулировках это может быть да как мы можем его узнать что это про это основные формулировки две первая совершенно такая ясная прямая звучало она но до всех наших вот нынешних смутных времен звучало примерно одинаково в устах разных людей там я имею образование я состоялся как профессионал или состоялась я много чего понимаю в этой жизни у меня есть там семья и дети а теперь появилось ощущение что это не все чего мне нужно и я похоже собираюсь как-то менять свою жизнь но прежде всего люди профессионально говорят мне какая-то другая область нужна куда я могу приложить свои силы потому что я похоже талантлив не только в том что я сейчас делаю и как-то в моей практике довольно часто такой таким вопросом люди задавались я надеюсь будут задаваться по-прежнему и мне кажется такое веление нынешнего времени что-то вот современные люди которые способны так жить и такие задачи себе ставить второй способ запросить о переменах у клиентов мне кажется он такой довольно косвенный но это такая некоторая общая неудовлетворенность жизни она может выражаться в том что какое-то состояние человек испытывает но умение например да или какое-то отсутствие сил ну или такая раздражительность недовольство каким-то существующим порядком вещей и может быть даже такие претензии к себе с этим связаны даже то есть приходит с какой-то такой проблематикой как ему сложно в том в чем он сейчас находится да мы с ним начинаем работать разбираться и выходим на то что он не очень хорошо мягко говоря разбирается в том чего он собственно хочет вот ну и соответственно он идет там своих действиях мы не туда куда вели бы его потребности которые у него естественным образом существует здесь начинается большая работа и вот этот зов перемен что вот на самом деле за ним стоит то есть это как-то скука рутина или это вот действительно какой-то талант позвал тебя еще один да или что-то еще то есть что обычно за этим стоит немного думаю о том чем вот чем мотивировано творчество чем мотивировано созидание чем матери мотивировано то что человек хочет больше ну чем есть да даже если у него все в порядке и я совсем недавно вот в конце октября я была в москве на лекции дмитрия леонтьева я буду руководствоваться попробую процитировать то что там он говорил потому что мне очень близко значит можно смотреть на мотивацию человека с помощью трех разных уровней уровней трех разных подходов это не значит что они друг другу противоречит они может быть у всех у нас есть и осуществляются значит первый это биологический то есть мы обеспечиваем себе размножение обмен веществ выживание это ну там как иногда говорят это наша биологическая обязанность в общем ну как живое существо это все дело разумеется этот уровень он такой в котором ну вот осуществляются соответствующие действия до чтобы человек мог вот просто так вести жизнь второй социальный там где мы когда-то вынуждены когда-то действительно сами этого хотим соотноситься с тем с той средой с тем обществом в котором мы находимся да и собственно мы что-то из среды получаемся обязаны питать эту среду для того чтобы она не истощалась да ну и в каком смысле это уровень где мы но играем по правилам этого собственно стараемся быть нормальными потому что ну это необходимое социума и есть третья мотивация и вот она как раз обусловлена душевными движениями смыслами ценностями ну если сильно пафосно сказать то какими-то духовными представлениями человека о себе и вот эта мотивация она как раз очень индивидуальная она во многом ну в какой возможной степени да она не зависит от того чего предлагает социум да или чего непосредственно связано с биологией да это очень индивидуально и связано но с какими-то такими но буквально душевными движениями человека до тем как он хочет сам себя осуществлять и я бы даже сказала здесь немножко вот меня вот этот уровень очень интересует ну потому что я это вижу в каком-то смысле я иногда как психотерапевт но соприкасаясь такими смыслами у своих клиентов нахожу как этот слой является целительным да как вот когда взываешь к тому что на каких принципах конкретных конкретный человек стоит это конечно ну даёт очень большие ресурсы и вот когда мы из этого слоя мотивированы ту речь в общем не идет об осуществлении задач здесь речь идет о том что ну нечто чего я ценю люблю уважаю считаю важным нужным там не знаю необходимым может быть да для того чтобы мои смыслы продолжали жить да и вот когда я вот этим руководствуюсь то ну получаются очень какие-то серьезные качественные перемены и их нельзя в какую-то линейную такую загнать схему где ну вот давай решим что ты будешь делать и разложим это на bc . а . б как сейчас модно да 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 я ну я вот к этой моде очень скептически отношусь не буду скрыть то есть возможно что даже деятельность может остаться та же она просто содержание и наполнение вот этим духовный духовной мотивации добавится туда все то же самое как будто бы ничего не изменилось на самом деле изменилось все да 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 но человек себя будет чувствовать по-другому опираясь на свои собственные смыслы что мешает нам ну то есть мне кажется же это да ну возможно этого но что допуск к этой третьей мотивации достаточно редкая вещь и как будто бы что-то нас блокирует для того чтобы дойти до этого 3 3 мотивации 3 смысл а здесь гипотеза что это может ну вот дмитрий леонтьев как раз говорил довольно ну такой по-своему противную вещь да он говорил что ну треть эта мотивация точно не у всех да и есть достаточно много людей которые первое и второе у кого отствуется достаточно и все такое но вот смотрите это же трудно это же ну вообще трудно стоять в той точке где ты должен сделать некоторое движение неважно душевное или практическое связанное с тем что ты нарушишь ну тот баланс который у тебя уже есть наша же психика ну и организм не вообще-то в основном то стремятся к тому чтобы установить некоторый баланс и стремятся ну гомеостазу да там сделал что-то вернулся в исходное состояние сделать что-то вернулся в исходное состояние ну и понятно что это великолепный механизм который нас вообще в принципе сохраняет делает устойчивыми но как-то в том числе и эмоционально да вот что мы безопасненько безопасно можем эту безопасность почувствовать да и наша психика очень здорово на это работает но как только мы начинаем что-то менять особенно когда это смысловые изменения когда это ну просто линейное какое-то действие это еще ничего когда это смысловые изменения но ведь мы же даже если мы это не знаем ну прямо очень так знанием мы же все равно совершенно ясно ощущаем что дальше неизвестная область то есть вот это вот неизвестность в которой ориентироваться но все такое неизвестное да это значит что прошлые ориентировки там ничего не поможет не поможет не получится да что нужно будет но реагировать на новые вводные которые появятся как только я сделаю этот шаг и у нас здесь возникает совершенно естественно и совершенно потрясающее но потому что я уважаю все эти вещи да это тревога наша любимая тревога почему она любима потому что ну про нее только ленивый сейчас не разговаривали ну и она потрясающая эта тревога потому что ну прежде всего там это вот сигнал о том что смотри ты подходишь к тому что дальше неизвестно точно ли нам нужно ли нам туда надо остановиться вот и собственно ну чтобы двигаться все равно несмотря на тревогу я честно говоря думаешь какой-то прагматичной мотивации связаны с благосостоянием да с благосостоянием например да или новым но новым статусом новой должностью наличием ну какого-то нового материального там даже если очень сильно классного объекта да это очень сложно да на противоходе к с тревогой до двигаться потому что вы это приобретать а вот если человек способен может да у него хватает не знаю сил ресурсов а еще продолжать ощущать интерес любопытство какой-то драйв не знаю сметь относиться к этому действию как творчеству ну как творчество мне такое нравится выражение что творчество это не никак рисовать цветными карандашами да а как вот перебросить свое сердце через новый барьер вот ну к творчеству как вот самоосуществлению какому-то что ли то что я хочу не просто вот этого достичь а я хочу быть таким таким человеком который который это создал вот это создает вот это осуществляет даже не как как мне не просто как приобретение вот вот тогда через тревогу можно проходить да еще как ну как не игнорируя тревогу фокус то в том что ее невозможно проигнорировать она естественное такое состояние но тогда она не превышает вот это вот этих стремлений до человека я думаю вот так осуществляются задачи на третьем уровне и не знаю как тыкать я по-прежнему вижу очень много людей которые на это способны не знаю я в этом смысле счастливый человек что могу таких реальных живых людей а вот правда образ вот этого человека-творца там не знаю как сказать человек который смог оплатить вот это все и вообще про образ не знаю будущего да потому что мы говорим переменных то но все равно как бы мы скептично не относились с точки b но сознание штука такая что она какой-то вот координату все равно стремится закладывать и вот ну например я себя недавно обнаружила в таком состоянии где у меня как будто вообще закрылась будущее вообще вот образа не будущего не себя в будущем вот как будто просто нет и вот хочется поговорить про вот вот эти образы как с ними обходиться до чтобы они ну как сказать чтобы ну скорее питали чем деморализовали себя как они конструируются из чего или как они рождаются и откуда в общем что это за материя такая образ вот этого себя в будущем образ я будущего горизонта который бежим но мы без образов не можем ноту образа себя образа мира близких образа мира образа жизни который мы там для себя видимо проповедуем дело в том что образ счастлив быть не может какая хорошая фраза я думаю что основное чего нужно для того чтобы распавшаяся картинка не не засыпал эти обломками на самое главное это иметь собственную чувствительность к самому себе вот может быть это в каком-то смысле такие банальные слова до чувствительность но это такое вот не знаю чувство распознавать что со мной в том числе не знаю называть это название чувств да что это именно досада или это именно злость или это именно гордости на гордость не чувство но тоже ряд чувств в этом слое но и казалось бы вроде бы это такое умение это сильно незачем не нужно потому что такая у нас привычка думать что мы осуществляем действие но там не знаю силой воли дисциплиной дисциплиной так и возьмись сделай соберись тряпкой и значит немножечко насилия над собой немножко насилия и все хорошо но я рискнуто и ждать что это не работает но вот это вот усилие без чувствительность потому что именно вот эта чувствительность нам позволяет распознавать по-прежнему даже если что-то рассыпалось даже если вдруг оказалось что те вводные на которые мы опирались оказались несостоятельны у нас все равно есть мы сами есть человек способны себя опознать в предлагаемых обстоятельствах тех обстоятельствах тех фактов которые находятся казалось бы вроде бы ночью такого уж целительного если я опознаю что я в отчаянии в общем вроде бы ничего это не должно добавить но на самом деле ну поскольку я так давно практикую гештаз давно работаю с клиентами давно имею дело с самой собой на самом деле помогает ну потому что помогает не просто обнаружить себя в отчаянии а обнаружить например все того же самого человека каким я всегда являюсь только сейчас я в отчаянии есть же разница есть дальше если это чувствительность у человека есть он может обнаружить какую-то такую мне кажется постоянно присутствующую у нас реальность да что то что со мной происходит даже если это меня крайне огорчает может быть деморализует может быть я про это буду еще убиваться полгода тем не менее это не все что у меня есть у меня есть еще много всего и на это вот это нужно распознавание кем я являюсь что происходит только ли это происходит или что-то еще и что-то еще и тогда мы снова возвращаемся к тому же да мы близки к собственным смыслам они никуда не деваются что я все равно но не знаю все равно человек который ценит дружбу например это никуда не делась во мне или там какая-нибудь разбитая любовь да это факт например да и действительно приводит в большое отчаяние это очень больно это там лишает каких-то перспектив может быть но мое любящее сердце то при мне ну то есть способность любить почему до чему разбитая любовь на том что у меня есть способность любить и я такой человек я продолжаю осуществлять эти смыслы но иногда можно же напрямую иногда у человека спросить а ты вот отчаиваешься ты как-то жалеешь о том что ты любила или что ты любил и человек как правило ой нет нет ну потому что это моя ценность что я вообще-то выбираю не по-прежнему и даже по-прежнему выбираю быть любящим ну понятно сейчас не знаю кого я буду любить возможно себя таким образом это чувствительность работает она мне кажется дает большие возможности в том чтобы продолжать двигаться все равно по какому-то своему вектору а вот эти ответы на вопрос кто я какой я рассматриваем как некие опоры а могут ли они быть не опорами наоборот ну вот какими-то ложными что будет тебя сбивать и вводить не туда за какой-то ты знаешь вообще-то сплошь и рядом более того мне кажется никогда и не достичь такого состояния чтобы я например там в полной мере ясно знала себя да и там не наюту не ошибалась да невозможно ну а с тем что ну как будто люди сами себе препятствуют с этим я много имею дело мне кажется любой психотерапевт с этим много имеет дело это удивительно ну как это удивительная устойчивость вот в нашем мире вот этого явления да что человек приходит психотерапию очень таким большим объемом этот объем я довольно быстро замечаю довольно быстро клиенту даю это заметить что он сам так себя критикуют вот вот так себя не ценит так моментально какие-то такие возникают предъявы в свою собственную сторону прежде всего да мне не перестает брать досада про то как мы устроены да как одна часть нас стремится ну что-то такое осуществить да там раскрыть крылья и полететь да вторая все время дергивает да ну ты куда да посмотри на себя да знаете да кто ты такой да посмотри ты по сравнению с другими на чего мне кажется тут даже вот но ну понятно что это совершенно такие общеизвестные уже вещи да откуда у нас это берется это берется в опыте там младенец который родился он вряд ли у него такие есть что какой-то не такой ясным ясное дело приобретаются и очень сложно но потом с собой договориться что в общем то ты не знаю там хорошие талантливые открыть себе эту дорогу и как может выглядеть это восстановление как эту связку наладить кажется здесь вот таких условно два важнейших фактора 1 это что клиент приходит в такие отношения в которых вот на него нет вот этого предвзятого взгляда он приходит туда где так не будет где на него и будет смотреть другой человек напротив будет смотреть ну фактически и подсвечивать какой-то истории который над вами давлеет без образа которые у этого человека почему-то должен быть вот это мне кажется важнейший фактор во всяком случае в гештальтерапии в которой я практикую а второй фактор ну это собственно он такой в навыках в навыках профессионала психотерапевта до чтобы мы смогли клиента ну вот как раз встретить с тем как он себе это делает ну потому что вот это самокритика попытка себя принизить она же происходит то у него то есть это же не кто-то приходит там обрушивает на него свои там разные оценки у него и ну вот это и есть то что называют осознаванием осознаванием но во всяком случае понятно что этого слова есть разное значение между гештальтерапии ну то есть осознавание да как ты себе это делаешь то есть это вот такая тонкая работа когда человек может обнаружить что оба на вот вот сейчас я себя чувствовал вполне себе достойным важным способным и стоило мне только начать не знаю чуть громче говорить об этом да и свободнее задышать и начать улыбаться ну потому что я обрадовался тому какой я и вдруг у меня возникла не знаю какая-то скованность и например и и я спрашиваю и что это собственно как бы вы это назвали да он говорит это я внутри себе говорю стой не высовывайся ты рядом кто-то есть помни самозванец надо там что ты взялся ну и так далее то что вот мы вот эту вот находим как именно это происходит но и нынешние всякие разные исследования зарубежные у нас таких в стране нет ну по простой причине потому что с не вкладывают в это деньги не показывают что вообще-то это просто меняет нейронные связи наш учет просто начинает идти другой дорожкой внутри себя эту дорожку в том числе нужно натренировать но ее нельзя натренировать механически потому что дорожка чувственная обеспеченное чувство поэтому вот так примерно это происходит как это делается в присутствии психотерапевта примерно понятно а вот что самому себе прямо сейчас или там ближайшее время вот наш зритель условно может что-то сделать чтобы разбираться в этом вопросе ну мне кажется из всего нашего разговора так или иначе вытекает то что это так с уважением с заботой к себе задавать себе может быть в разных вариантах но все-таки один и тот же вопрос чего в этой ситуации хочу я каковы мои смыслы без чего я не обойдусь до обстоятельства допустим но сейчас против меня и вот таким образом каким я собирался и не смогу чего-то осуществить но что я могу все равно но в связи с тем какой я в связи с тем что именно мне необходимо в связи с тем как я отношусь к тому и к другому к третьему и и обнаружить что там я не знаю я продолжаю любить и уважать дело которым я занимаюсь несмотря на то что я сейчас там теряю возможность заниматься что сейчас вынужденная ситуация но я продолжаю это любить и уважать а это значит что я позже все равно буду если на сцене висит ружье значит оно выстрелит давайте все таки про книжечки расскажем что это за труды это вот мирапма мардашвили книга сама называется возможный человек но это мирапма мардашвили это известнейший философ какой-то не знаю цитируемый его часто там сейчас обсуждают вот одна из но это не статья это транскрибация как это его лекция она называется возможный человек и вот как раз мирапма мардашвили он очень ярко формулирует как вот что человек это ну не то что происходит в действительности а это прежде всего возможность на которую которую он движется на которую он рассчитывает и которую он способен осуществлять еще у него есть такое слово что такое выражение что ну продвинуться вперед навстречу своим смыслам можно только с помощью держания усилия то есть вот знать свой смысл и держать это усилие ну и вот у меня стругацкие такое отягощенное злом отягощенное злом такое название печально но мне кажется что и в этой книге можно было например принести еще град обреченный но он у меня где-то там в кабинете стояла я из дома ехала но там же все время у стругацких люди осуществляют нечто такое чего ну не связано с прагматичными смыслами да и здесь тоже да и здесь такой конфликт описан между людьми которых как оказывается да обучают ну некоторые инопланетные существа которые хотят ну чтобы человечество стало жить в более гуманном мире да и как значит в результате конфликтуют долг человеческий да и долг такой как так не знаю как продвинуться в прогрессе или как этот гуманизм там защитить вот ну я вот стругацких люблю в этом смысле мне кажется что про одно и то же просто разными словами разными просто разными словами так что ну что не знаю будем держать усилия как по мере своих человеческих сил спасибо большое за это наверное одну из самых философских бесед из всех передач я надеюсь что каждый прочувствовал как важно понимать кто я куда я и как я хочу творить в этом мире а следующая наша встреча будет посвящена теме ресурсности собственно где взять силы чтобы творить что такое ресурсность какие у нее есть источники обсудим до встречи господин конец в конце сын в этом он в этом до считая что это в